...и пропадут. Вот что жалко, вот что неприятное, вот что тяжело. Но церковь убеждена не будет никогда. И память отцов соборов, сегодняшних, например, это нам напоминание о том, что не только нам, но и тем, кто борется, что тщетны их попытки, бесполезны, но они этого не понимают. Потому что умы их ослеплены злостью, умы их ослеплены гордыней. Как ум может быть ослеплен? Я покажу маленький пример. Очень часто в моей жизни, особенно молодость, идет в таких глупостях. Пусть я все потеряю, но останусь при своем мнении. Пусть мы разойдемся, но будет по-моему. Все. Дурь – полнейшая. Но зато по-моему. Точно так же, когда человек обуревает гордыней, он не понимает до конца, что гордыня уже получается превыше ума. Он видит, что он говорит глупость, абсурд, но вот будет по-моему. Так вот, враги православия, они ослеплены своей гордыней, своим самолюбленным, самовлюбленным со своей борьбой и злом. Поэтому они не могут видеть, что бесполезно бороться в церкви. Бесполезно. Иван, в чтении, вы слышали о том, как Господь с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми накормил очень большое количество человек. Точно неизвестно, но известно, что от них только мужчин, не считая женщин и детей, было пять тысяч. Это чудо, которое неоднократно вспоминается в церкви. Это чудо, в честь которого свершается под большим праздником, в воспоминании которого под большим праздником сейчас лития. Чудо, которое ум, живущий исключительно по законам рационализма, повергает в недоумение. Но, с другой стороны, если глубоко вдуматься, ничего здесь особенного нет. Ведь законы, по которым живем мы, создал Господь, и, соответственно, Он в праве их не изменять, когда в этом есть необходимость. И еще, если вдуматься, ведь распад, разрушение, разделение вошло в мир с момента грехопадения человечества. То есть, с того самого момента, как мы воспратились в воле Божией и подчинились в воле дьяволу. А Господь Сам есть Созидатель, Творец. Господь ничего не разрушает, Он только творит и созидает. Поэтому это вполне нормальный и естественный акт божественного действия. Умножение хлебов, умножение рыб. То есть, тот факт, что Господь питью хлебами и двумя рыбами накормил огромнейшее количество людей, это есть подтверждение именно главы божественного свойства, творчества и созидания. Это притча, если нам думаться, не притча, а благословение, благословение. Учит нас тому, что очень много мы суетимся в этой жизни. Очень много мы заботимся, беспокоимся, думаем, к чему-то стремимся, что-то хотим, что-то набиваем, что-то требуем, что-то выколачиваем. Но Господь нам сказал, ищите прежде всего Царство Небесное, и остальное тогда все вам приложится. То есть, есть два пути у нас. Путь именно поиска Царства Небесного, то есть путь к Богу, путь стремления и выполнения воли Божьей. И тогда все будет нам даваться само, то есть по воле Божьей. Потому что Господь неоднократно говорит нам, посмотрите на птиц небесных, не сеют, не жнут, но Отец небесный питает их. Посмотрите на цветы полевые, которые во много раз красивше по своей одежде, чем Соломон со всем своим богатством. Так вот, путь первый, это путь поиска Царства Небесного, путь к исполнению воли Божьей. И второй путь, это путь суетный, когда мы ищем, стремимся, хотим добиваться. Нам так и так. Нужно и есть, и пить, и спать, и одеваться, и обуваться. Нам все нужно. И никто нам не запрещает это иметь. Господь, наоборот, обязывает нас трудиться и добывать себе и своим ближним все необходимое, все нужное для нашей земной жизни. Господь обязывает нас это делать. Но мы делать можем это двумя путями. Путем угодным Богу, то есть путем исполнения воли Божьей. И второй вариант, путь суетный, то есть добиваться того же самого, но без Бога. А когда человек без Бога, естественно, он рассеивается. Естественно, у него не хватает времени, у него не хватает сил, у него не хватает возможностей, у него не хватает средств. Он не знает, за что хвататься, за что браться и куда бежать. И поэтому происходит рассеивание человека. Но возникает вопрос, почему второй путь менее эффективный? Да потому что, если мы творим что-либо без Бога, то мы творим это по греху. Главный наш грех. Это грех без Божия. Без Божия опять, из чего исходит? Опять же вернемся к тому, постоянно повторяемому греху, греху гордыни. Когда человек считает, что я могу, я что-то могу, у меня есть возможности, там, связи, знакомства, у меня есть сил, в конце концов, заработать, у меня есть энергия, у меня все есть. У меня есть ум. Когда человек так считает, то он забывает, кто дал ему этот ум, кто дал ему эту силу, кто дал ему энергию молодую, кто дал ему здоровье. Забывай. Ведь мы рождаемся не сами по себе и не по воле родителей, а везде происходит воля Божия. И Господь нам дает ни ум, ни силу, и энергию, и здоровье, и все остальное. Или наоборот, все наши греховности не дают нам здоровья, дабы мы не использовали зло во вред энергии свою. Но опять, по воле Божией, и когда человек надеется на себя, стремится все сделать сам, забывая про Бога, здесь опять повинен грех гордыни. То есть мы уповаем на себя. А нам сказано, не надейтесь на князь, раздны на человеческие. То есть даже власть имущие то же самое зависит от воли Божией. И сказано нам, ни один волос не может упасть с головы человеческой без воли Божией. То есть все так или иначе свершается по воле Божией. Если человек забывает про нее, упускает ее из вида или вообще не принимает его внимания, то он таким образом противится воле Божией. И соответственно, его труд имеет гораздо меньший выход. То есть гораздо меньший коэффициент полезного действия. Естественно, и труд безбожный тоже вознаграждается. Труд гордый тоже вознаграждается. Почему? Потому что любой труд вознаграждается. Но этот труд неэффективный и с малым именно коэффициентом полезного действия. Почему? Потому что мы воспротивились воле Божией. А ведь Бог есть Творец и Соседатель. И всякий человек, который что-то созидает, он уподобляется Господу Богу в той или иной степени. В малой количестве, но уподобляется. А мы и есть образ и подобие Божией. В этом наша обязанность. Но если мы забываем про Бога, про Его святую волю, то вот здесь как раз происходит уже не созидание, а в наших созиданиях укладывается и разрушение, и в Европе распад. Поэтому наш труд менее эффективный. У нас хуже получается. Но мы с большим трудом добываем то, что могли бы добыть или достичь, если бы все делали, сообразовываясь с волей Божией. Теперь возникает вопрос, как это, сообразовываться с волей Божией? Как? И как я узнал, как ее найти? Да очень просто. Всем нам нужно еще раз повторять и есть, и пить, и спать, одеваться, и обуваться, и так далее. И все остальное нужно. Так вот, естественно, каждый человек это ищет, в стольную степень стремится, добывает, добивается чего-то. И, значит, естественно, в этом есть и воля Божия, и благословение Божие, потому что Господь нам повелел и о себе заботиться, и о своих ближних заботиться. Но, если человек, заботясь об этом, или ища что-то необходимое, уповает на Бога, то есть, как будет Богу угодно. Если Богу угодно, это у меня будет. Если Богу угодно, я этого добьюсь. Если это Богу угодно, я это достану. Если он помнит об этом. Вот это есть поступление по воле Божией. Но очень часто, мы же люди несовершенные, очень часто иной раз желаем того, что не угодно в воле Божией. Внешне оно может быть, да, хорошее, внешне. Но мы не знаем, какие могут быть последствия у этого хорошего. Может быть, это будет что-то, какой-то грех, какое-то несчастье кому-то будет, а у кого-то соблазн кому-то будет. И Господь нам не дает. И вот здесь тоже очень важно опять увидеть волю Божию. Мы хотели, мы положились на волю Божию. Если Богу будет угодно, то я это сделаю там или добьюсь, или добуду. И вот не получилось, не выходит. Значит, на то есть воля Божия. Значит, так угодно Богу. Бог лучше нас знает, что нам полезно, что нам вредно, что полезно и вредно нашим окружающим, что вовлечет соблазн и наоборот присутствует помощь. И поэтому Господь дает то, что приносит пользу и нам, и нашим ближним. Пользу не только физическую, и духовную, и душевную. А то, что приносит, допустим, физическую пользу, разрушает души, Господь нам не дает. Исходя из любви своей к нам. Так вот, когда человек опять же поступает по воле Божьей и у него что-то не получается, он очень легко это переносит. Так угодно Богу. Все. Вопрос исчерпан. Но когда человек забывает про волю Божию, вот здесь к нему приходит жуткое разочарование. Он расстраивается, он нервничает, он волнуется, он пытается опять, 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 еще раз опять добиться этого. И у него опять не получается. В итоге, что происходит? Человек впустую тратит свои и физические, и духовные, и душевные силы. В итоге человек растрачивается и рассеивается. И кроме всего прочего, в душе пустота. Почему у меня ничего не получается? Почему? Я же хотел, я же стремился, я вроде даже добра хотел. Почему? И почему? И человек впадает в уныние. Как раз это то, к чему стремится повергнуть нас дьяволу. А вот когда человек ищет во всем волю Божию, то есть видит ее, то есть искать волю Божию, это уметь ее не забывать, не забывать про волю Божию. Вот что от нас требуется. Самая малость. Не так уж много. Прежде чем делать, подумать, угодно ли это воле Божией или нет. Тут ясно и понятно. Если мы идем грешить, мы хорошо знаем, что это не угодно. И знаем, что мы этого делать не должны. Если мы делаем что-то, что принесет пользу, естественно, это угодно. Но в чипле тот факт, что мы не все знаем, не все понимаем, не все можем предусмотреть и предвидеть, поэтому мы должны положиться на волю Божию во всем, во всем деле от начала до конца. То есть, если Богу угодно, Он мне поможет это совершить. И Господь действительно поможет. Или наоборот, мне поможет и не даст это совершить, если Ему это не угодно. Вот это и есть жизнь по воле Божией. Что от нас как раз и требуется. Почему мы вернулись к воле Божией? Ведь в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, как Господь накормил большое количество голодных людей, которые шли за ним и слушали Его с радостью, и не хотели уходить, хотя уже было позднее время, и нечего было есть. Они не обедали, они и не ужинали. И Господь их по своей любви накормил. Если еще бросить взгляд в историю Священного Писания, то мы видим, что Господь кормил еврейский народ, когда водил его 40 лет в пустыне. Господь постоянно давал манну небесную, перепелов и так далее, воду и так далее, и так далее. Причем воду там, где ее не было и быть не могло. И так далее. То есть, когда люди уповают на Бога, Господь нам дает все. Наша жизнь сейчас, нынешняя, повергает нас тоже в суету. И, кстати, эта суета очень усиленно в нас инспирируется через средства массовой информации. Вы заметите, что мы все стали раздражительными. Мы все стали суетливыми, мы все стали болтливыми, нетерпеливыми. У нас не хватает терпения слушать, когда говорит наш ближний. Мы сразу понимаем, что это ерунду. Но когда я говорю ерунду, меня слушает. Это о чем говорит? Что в нас вселилась суетность. Да, нас к этому соблазняют, нас к этому подбивают. Но мы с этим соглашаемся, мы даем, спускаем в себя суетливость, рассеянность, болтливость, все одно и то же. Суетность души это рассеянность ума, рассеянность мыслей, это естественно и рассеянность речи, и суетность в делах. Ведь мы, вот так если проанализировать, сейчас не умеем даже говорить. Чтобы сказать какую-то конкретную истину, вот, содержащуюся в таком, такой фразе, мы можем сказать две-три тысячи слов вместо одной фразы будем богу и около ходить и думать, что доводим до ума кого-то. Будем думать, что он не понимает, надо заготовить его и так далее. Мы можем вообще ничего не думать, просто говорить много, стараясь побольше захватить. Хотя суть-то вот такая. Это о чем говорит? О том, что наш ум рассеянный, а значит и дела наши рассеянные. и очень часто многие из нас жалуются, что мы делаем, делаем, бегаем, прыгаем и в принципе за день ничего и не сделаем толкового. Вроде и устали, и вымотались, и не приседали целый день что-то, делаем и ничего не сделали. Это о чем говорит? Что души и умы наши рассеянные и поэтому дела наши суетные, ничего у нас не получается. Чтобы этого не было, надо изгонять и изживать из себя до гордыни, в первую очередь, что я правильно понимаю, я правильно думаю, я правильно делаю. Это во-первых, а во-вторых, самое главное искать волю Божию, постоянно полагаться на нее, постоянно жить с ней и быть с ней. Тогда у нас не будет суетности ума и суетности в делах. Тогда, между прочим, и речь наша будет другая, намного проще и умнее, и не многословной, но информативной. не будет рассеивать других. Сейчас мы говорим много, сами при этом рассеиваемся, и других рассеиваемся, если нас будет слушать. Благо, что нас не слушают, не хотят рассеивать, встают. Но обычно там болтают, потом пустоту ощущают, в душе, опустошение. Это опять подтверждает наше рассеянность, наше нежелание искать волю Божию. Ведь Господь еще раз говорит созидатель и Творец. Поэтому, когда наша воля соответствует воле Божией, то мы тоже становимся созидательными. Если мы протьемся воле Божией, мы распадаемся, душа наша распадает, и вокруг нас есть распад, разложение, рассеяние и на одной коже. Если мы живем по воле Божией, если мы живем по воле Божией, то мы тоже становимся созидательными, уподобляемся Богу, потому что мы есть образ и подобие Божии. И вокруг нас другим тоже легко и хорошо, потому что мы есть образ и подобие которые как это ?